Всем привет! Вы смотрите рубрику «Фрэшмен». И с вами я, Василиса. И я, Ариана. Самое новое вы узнаете. Самые бомбические новости. Сегодня в выпуске вы узнаете, какой трек тронул больше всего фанатов. Знает ли исполнитель песни «Я в моменте секрет создания хита», а также сколько зарабатывает любимчик публики. Итак, поехали! Эльдар Джохаров – популярный видеоблогер и музыкант. Прославился он в 2013 году во время вручения премии «Медиапремия Рунета» за проект «Успешная группа». Клип, ставший ироничной пародией на розыгрыше автомобилей, заставил многих людей поставить под сомнение правдивость данных конкурсов. Еще одним событием в жизни Эльдара стал документальный фильм, снятый с Настей Ивлеевой, Даней Милохиным, который является иноагентом Российской Федерации, и другими блогерами. Ребята решили показать жизнь в глубинках, например, в интересном городе под названием «Дно». В результате получился мини-сериал «Блогеры и дороги». Компанию раскритиковали за поверхностную демонстрацию жизни в регионах, а также обвинили в попытках похайпиться. В июне 2021 года артист выпустил совместный трек с Маркулом «Я в моменте», который тут же покорил сердца пользователей TikTok. После чего он выпустил альбом «Легкий способ бросить любить». Знает ли он секрет создания хита? На этот вопрос он ответил в нашей программе. Внимание на экран. Кто, как не ты, знаешь, как сделать из песни хит? Какие должны быть шаги, чтобы сделать песню хитом? Да я понятия не имею. Мне в один раз очень повезло с хитом. И до этого несколько раз на ютубе тоже были какие-то очень громкие песни. Не знаю. Говорят, что есть у хита какая-то формула. Но мне кажется, надо просто сделать классную песню, которая срезонирует в сердцах у людей, которая будет им близка. Джохаров и певица Розилия выпускают совместный трек, который до глубины души тронул фанатов, главным героем которой стала бездомная собака. Песня тут же покорила сердца пользователей Instagram и TikTok. Позже ребята решили снять на нее видеоклип. Интересный факт. Эльдар получил за свою деятельность в ютубе золотую и серебряную кнопки. В ютуб-шоу «Осторожно, Собчак» он раскрыл свои доходы. Ксении Собчак он сказал, что зарабатывает в среднем 5-6 миллионов рублей в месяц. А вам нравится этот артист? Напишите свое мнение в комментариях. Из выпуска вы узнаете, правда ли, что Тейт Макрей познакомилась с Джастином Бибером на одной сцене в 12 лет? Какой успех ей принесла песня «You broke me fast»? И как Тейт Макрей познакомилась с Билли Айлиш? Итак, поехали! Рознер была признана поп-идолом, подростковым кумиром. Медиа называют ее канадской Билли Айлиш. Девушку привлекают искренними текстами, необычной подачей и сильным вокалом. Дебютная композиция «One Day» собрала 35 миллионов просмотров, что стало шоком для 14-летней девушки. Татум сделала из песни полноценный сингл, за который была награждена золотым сертификатом. Макрей вскоре получила более широкое признание после того, как ее песня «Ты сломал меня первым» стала международным хитом. В 2021 году девушка была самым молодым музыкантом, включенным в список Forbes от 30 до 30 лет. Ее второй айпи «Too Young to be set» стал самым популярным женским айпи 2021 года на Spotify. У Тейт Макрея был один из самых громких хитов прошлого года – «Сью Брокми Фаст», но она никогда не хотела становиться поп-звездой. С 6 лет она обучалась танцам, посещая престижный канадский балет по 11 часов в день. В возрасте 11 лет она получила двухнедельную стипендию в Берлинском государственном балете. А после того, как выиграла серебряную медаль на гран-при молодежной Америки 2015 года – крупнейшую в мире государственном балетном конкурсе. А сейчас вам расскажу о песне от Билли Айлиш. Билли Айлиш и Финниас в соавторстве написали песню «Tierre myself apart» для Тейт Макрея в 2019 году. Тейт неоднократно говорила, что она большая поклонница Билли и Финниса, и она лично встречалась с ними на концертах с момента выпуска песни. К 2019 году Макрея предложили 11 звукозаписывающих лейблов. В конечном итоге она подписала контракт с РКА, потому что они поддерживали ее танцевальную карьеру параллельно с ее музыкой. К ее огромному удивлению, лейбл подарил ей песню, написанную Билли Айлиш и ее братом Финниасом. Он получил название «Tierre myself apart» и стал ее первым официальным синглом. А теперь интересные факты. Она познакомилась с Джастином Бибером, когда ей было 12 лет, после того, как ее выбрали в качестве танцовщицы для его тура партус. Только на Spotify песню «You broke me fast» прослушали более 460 миллионов раз. И она попала в топ-10 в Великобритании, Канаде и Австралии. Также он достиг 27-го места в США. А ведь девушке всего 19 лет. Из-за насыщенного рабочего графика Рознер пришлось оканчивать школу дистанционно. Она получила аттеста в январе 2021 года. Среди музыкантов до 30 лет она самая младшая из тех, кто попадал в список Forbes. Рознер была признана поп-идолом, подростковым кумиром. Медиа называют ее канадской Билли Айлиш. Пусть девушка привлекает искренними текстами, необычной подачей и сильным вокалом. А ваша какая любимая песня? Пишите об этом в комментарии. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Василиса. И я, Ариана. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok